Израильтяне провели соответствующее заседание, комиссия Эдмона Леви приняла, проанализировав международное законодательство, простое решение, никакие территории не оккупированы. Оккупированы это территории, которые, согласно международному праву, были когда-то государства. Мы часто говорим, вот, израильтяне не оккупировали полистинку. Было предложение о создании некоторого еврейского национального чага на территории, которую потом отдали Британии после разгрома Турецкой империи, в управление. Британия в нарушении своих обязательств разделила территорию наполовину, отдала там большую половину, скажем так, иорданской монархии и дала хашемитам королевство. Что было нарушением, вообще-то, международного права. Никто при этом никому ничего не компенсировал. Да, и термина «палестинское государство» не возникало тогда. Он возник в качестве бумага Организации Объединенных Наций, которые отказались признать все арабские государства. И возник он попозже. С родовского перемирия, с 1949 по 1967 год, все эти территории палестинского государства были оккупированы Египтом и Иорданией. Совершенно верно. О чём кокетливо молчают? То есть, на самом деле, все территории, которые предлагалось, поделили чуть-чуть, что было в Северной Галилее в войне. Линия родовского перемирия 1949 года же есть, так называемая «зелёная черта». Ну, всё, кончился этот бобик. Мало ли чего вы хотели. Есть аналог «Севровский договор» 1920 года о разделе Турецкой империи. Ровно аналог, на самом деле, в рамках которого должны были быть созданы Великая Армения, Великая Болгария, Великая Греция, государство Курдистан. И Турции там оставалась маленькая полоска от Чёрного до Средиземного моря, и всё. И если кто-нибудь найдёт на карте вот эти все государства, а также международно управляемая зона Стамбула и проливов, я буду очень рад. То есть, на самом деле, это всё накрылось медным тазом ещё тогда. Но есть комиссии, комитеты, есть специальный комитет по беженцам, беженцы первого класса и беженцы всех остальных, несколько десятков миллионов человек. То есть, на теме кормится море людей, а в международной бюрократии есть темы, я часто об этом говорю, на которых народ кормится. Там озоновая дыра, глобальное потепление, палестинское государство, миротворческие миссии, много-много таких тем.